Уважаемые дамы и господа, мы приветствуем вас сегодня на нашем медиа-комментарии. Сегодня, 31 мая 2014 года, в Вене проходит так называемый Бал Жизни, самое большое благотворительное мероприятие в Европе в пользу ВИЧ-инфицированных и больных с ПИДом людей. AIDS Life, объединение, стоящее за организацией Бала Жизни, поддерживает деятельность фонда Билла, Хиллари и Челси Клинтон. Билл Клинтон является одним из тех знаменитостей, кто поддерживает Бал Жизни. Как говорят в СМИ, за последние годы Бал Жизни становится все более ярким благотворительным праздником. В этом году площадь перед Ратушей в Вене превратится в сад похоти. А накануне все в Вене увидели нашумевший плакат, на котором изображен совершенно голый трансгендер, женщина с пенисом. В фразе на плакате «Я – Адам», «Я – Ева», «Я – это Я» надпрашивается вопрос, что общего у такого рода рекламы и развитий, связанных с Бал Жизни, с профилактикой СПИДа? Тут, очевидно, преследуются совершенно другие цели. С 1995 года нашему обществу в возрастающей мере навязывают гендер. Тогда на Международной женской конференции в Пекине было решено выставить теорию о гендере как мейнстрим, то есть внедрить в общество. И это вопреки противостоянию многих женщин из более бедных развивающихся стран-членов ООН, которым были важны действительно существенные проблемы женского населения в их странах. Учение о гендере видит человека как заложника своей гендерной роли, как мужчина или женщина в обществе. И оно хочет освободить его от этого, чтобы тот смог выбирать из разнообразия гендеров, то есть полов. Идентичность мужчины и женщины должна быть ликвидирована. Учение о гендере пытается отменить гетеросексуальность как социальную норму. Утверждается даже, что принадлежность к женскому или мужскому полу не врождённая от природы, а определяется воспитанием. Кто пользуется своим здравым рассудком, самое позднее на примере этого тезиса поймёт, что такой образ мышления и действий практически смешонт. На практике же должен быть определён как нездоровое проявление. Одно долговременное научное исследование, которое проводилось в Камуне Кибуц в Израиле, опровергло гендер-мейнстрим. Через воспитание осуществлялись попытки отмены всех различий между мужчиной и женщиной, а семьи продверглись реструктуризации. Но рождённые в Кибуце женщины вернули природный образ жизни назад. Природа человека, врождённая подребность быть родителями, оказалась сильнее. Несмотря на это, бал жизни годами открыто пропагандирует идею трансгендера при поддержке знаменитых лиц, как Билл Клинтон, и распространяет слишком свободную и доступную всем сексуальность. Гендер принудительным образом ведёт к ликвидации брака и семьи, и тем самым к разрушению нашего общества. Многие культуры погибли из-за морального разложения. Но то, что моральное разложение сегодня навязывается нам политикой и культурой, является чем-то новым. Когда же мы проснёмся как народ и встанем против бала жизни и против разложения наших ценностей? Доброго вам вечера! Продолжение следует...